На Донбассе зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения. По сообщению штаба АТО, накануне был сбит беспилотник типа Орлан-10. Это беспилотный самолет-разведчик производства Российской Федерации, который оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. О вражеских обстрелах на Донецком и Луганском направлениях смотрите в материале нашего корреспондента Геннадия Вивденко. Прострелили, Дарвис? Да, прострелили. Это обстрел, по нам ведется огонь. Вот сейчас вы можете слышать. Вот уже ближе. Это уже АЭС. Под Авдеевкой такие серийные вражеские прострелы практически не утихают. Бойцы ведут наблюдение согласно инструкции. То есть здесь не первый день, как говорится, но и на своей земле. Все. Встретим их так, как надо. Украинские солдаты продолжают держать оборону. Голову категорически в бойницу нельзя сунуть сразу. Может быть беда. Пока да. Слава Богу. Пока слава Богу, нормально все. Ну, относительно. Под Авдеевкой от позиции наших десантников до противника. Это считанные метры. Я спрашивал после очередного ночи. Это часа, наверное, может в два часа ночи. Там в три, не помню точно. Я спрашивал, что не спится. Поехаю попей лучше. Зачем стреляешь? Ну, никто же не трогает. Вообще никто не трогает. То есть непонятно. Скорее всего, это команда поступает на открытие огня. Потому что ночью это постоянно. Постоянно. На Луганском направлении также по-прежнему напряженно. Это уже не первое перемирие, которое я подписываю, на которое я даю свою сгоду. Обещаю не стрелять. Но при этом враг продолжает стрелять. Это уже не первое. С чем это связано, я точно не могу ответить. Но то, что они себя ведут нахабно в перемирие, это факт. Нет. Мы всегда приказы слушаем командира. Если вы в перемирие сказали, значит перемирие. Мы не стреляем, не ведемся на провокации. Это точно, я вам говорю. Это 100%. Украинские офицеры и солдаты абсолютно уверены в показном, провокативном поведении противника. Я думаю, что, скорее всего, подобные провокации будут продолжаться и более интенсивно. И не только на нашем участке. Им необходима та картинка для их СМИ. Вместе с тем, на позициях у наших с боевым духом и смекалкой все в порядке. Из двух неразорвавшихся вражеских 120-мм мин соорудили спортивный снаряд. Получилась тяжелая атлетическая штанга. Занимаются спортом в перерывах между обстрелами боевиков. Пока командование не дает приказ на ответный огонь по оккупантам. Фантазии, знаете, у солдат хватает. Подходящий материал нашелся. В принципе, нормально. Занимаемся понемногу. Есть свои режимы. Тоже выписали ребята. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей. Геннадий Вивденко.